Еще 10 минут назад Александр выполнял свою привычную работу на складе, а теперь оказался на приеме у терапевта. Без записей и очередей. Врачи приехали в офис сами, чтобы сделать прививку от коронавируса всем желающим сотрудникам предприятия. Но сначала обязательный осмотр. Измерение температуры, давления, сатурации, прослушивание легких. Если жалоб нет и показатели в норме, можно прививаться. Спасибо вам большое. Расскажите, как ощущения? Прелесть. Пчелка больнее кусает. Вакцинация проходит организованно. Сотрудники предприятия в мобильный пункт приходят группами по 5 человек. Ведь одна ампула содержит в себе именно 5 доз. После процедуры привитых отправляют в комнату покоя, где на протяжении получаса врачи следят за их состоянием. Приехали на организацию. Можно считать, на дом сразу. Никуда ехать не надо. А боятся? А что боятся? Да и тем более столько отзывов в интернете. Всего почитали заранее. А там все записано безопасно, все хорошо. Почему бы и нет? Столько людей болеет. Неизвестно, какие последствия есть. А тут все бесплатно. Лучше бы как-то себя обезопасить. Я от гриппа делаю постоянно. Любая-любая. Лишь бы себя обезопасить. У меня куча внучат. Ждем. Вот из-за этого. Напомним, создать выездные пункты вакцинации на Ставрополье накануне поручил губернатор края Владимир Владимиров. Задачу оперативно выполнили. До середины следующей недели количество таких пунктов увеличится до трех. А при необходимости и большой востребованности выездных бригад станет еще больше. Сегодня мы сделаем выводы, подведем итоги первого выезда вакцинации, формируем списки, графики и идем в работу. Это одна бригада. Мы формируем еще одну бригаду. То есть фактически на Шпаковский муниципальный округ первоначально будет две бригады. По сформированному графику это будут и отдаленные населенные пункты, и предприятия. Подобная мобильная бригада сможет приехать и к вам в офис. Все, что нужно, подать заявку в медучреждение, в котором уже сформированы выездные пункты вакцинации. И подать по фамильный список желающих. Яна Лукошкина, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение.